Гагер Юрьевич, расскажите, пожалуйста, что вы думаете об этом мероприятии вообще? Нужен ли этот конкурс России? Вы знаете, конечно, конкурс нужен, пока есть красивые женщины, когда есть тяга к красоте, к изяшеству, конечно, конкурс нужен, потому что, несмотря ни на что, ни на какие проблемы, мы должны показать, что народ живет, народ красивый, умный, особенно наши женщины, и мы должны эту красоту обязательно показать, потому что это стимулирует быть красивой, ухоженной. Это очень важные мероприятия, которые женщину дают возможность показать себе свою красоту. Я считаю, что это очень-очень нужные мероприятия. Сегодня здесь даже присутствует мой внук, который пришел тоже поддержать наш конкурс. Я надеюсь, что он тоже будет продолжителем тех больших дел, которые мы сегодня совершаем. И очень надеюсь, что следующее поколение тоже будет относиться к красоте таким рвением, таким трепетом, как мы. Гаги Григорьевич, у вас в Вилюрном доме эстет очень часто проходят различные не только конкурсы красоты, но и фэшн-вик. В будущем какие мероприятия вы планируете проводить, и, может быть, будет что-то необычное, может быть, конкурс красоты для мужчин, ведь мужчины тоже нуждаются в достойном обрамлении их образа. Вы знаете, что касается мероприятий, их будет очень много. Во-первых, будет ювелирный бал. Это новый бренд, который мы запустили. Все ювелиры страны собираются, организуют очень красивый бал. Там присутствуют, конечно, не только ювелиры, но и приглашенные. И мы показываем, что мы свое творчество дарим женщинам, и дарим для того, чтобы они чувствовали себя вдохновленными, чтобы искорки с глаз, блеск в глазах были. И, конечно, очень важный момент – это передавать, вот эту культуру передавать следующим поколениям. Мы очень много работаем с молодежью. Они приходят, учатся ювелирному ремеслу, потом становятся хорошими художниками, дизайнерами. И на наших этих конкурсах мы обязательно их работу представляем. Потому что, вы знаете, очень важно, чтобы было пополнение наших рядов. Потому что старые ювелиры, они уже уходят, а новые еще не готовы. В этом плане, конечно, мы делаем очень много. Что касается мероприятий, будет, конечно, осенью будет неделю высокой моды от Эстет. И мы особенно готовимся, потому что это юбилейный, десятый. И мы надеемся, что это будет без подобной показы. Вас приглашаем обязательно. Спасибо. И еще вопрос. Кого из дизайнеров вы могли бы отметить, который будет представлять сегодня коллекцию? Вот я слышала, будет Светлана Лялина. Как вы относитесь к ее творчеству? И каких еще дизайнеров вы пригласили сегодня на мероприятие вместе с Россией 2015? Вы знаете, Светлану мы очень уважаем и любим, и ценим. И, конечно, рады и счастливы, что она будет здесь. Но у нас список мы не оглашаем, потому что список еще уточняется. Могу одно сказать, что желающих три раза больше, чем мы можем пригласить. Поэтому сейчас называть тех, которые, может, и не попадут, я не готов. Это выяснится в ближайшие недели. А у вас есть какой-то любимый дизайнер, одежду которого вы готовы были бы надеть на свою спутницу? Вы знаете, не только есть у меня хороший любимый дизайнер, но и мой хороший друг, это Вячеслав Зайцев, с которым мы уже десятилетия сотрудничаем, делаем множество всяких показов. И он традиционно открывает нашу неделю моды. Я надеюсь, что в этом году будет то же самое. И еще вопрос по поводу международного сотрудничества. Вот я вижу у вас на пиджачке, значок, армянский символ. Кроме сотрудничества с армянскими дизайнерами, я слышала вас, Геворг Шадаян на Стэд Фэшн Вик участвовал. С какими еще дизайнерами планируете сотрудничать? Может быть, пригласите Роберта Кавали? Вы знаете, что касается международных, конечно, мы еще в Ереване запустили неделю моды. Не было в Армении никогда недели моды. И впервые в прошлом году, первый раз мы запустили этот проект. В этом году будет второй раз уже. И туда приезжают из Грузии, из арабских стран, между прочим. По поводу Кавали я не обещаю, но то, что будут там очень высокие имена, это я вам обещаю. Приезжайте в солнечную страну Ереван. А у нас в России, кроме армянских дизайнеров, кто будет из международных? Будут иностранцы, будут итальянцы, будет один француз, с которым мы давно дружим. И он уже неоднократно побывал здесь. Это Хайари. Это первый, можно сказать, один из лидирующих дизайнеров по вечерним платьям и по свадебным платьям. Ну и будет ряд международных, из Венгрии будет, еще из Финляндии. Уже находится в процессе подготовки, поездка еще одного дизайнера из Швеции. Ну, более конкретно, имена вы узнаете через неделю-две. Да, спасибо вам большое за ваши ответы. С нами был Гаги Гургенович Геврокян, президент ювелирного дома Эстет. Ну, что касается фэшн-концерта, это наш традиционный друг, партнер, поэтому мы всегда рады вас видеть в нашем ювелирном доме, в Гиде ювелиров России. Ювелиры вас любят, ценят, поэтому наши двери всегда открыты перед вами. Носите наши украшения. Спасибо. Спасибо. Спасибо.